Больше 80 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли рабочие с места аварии в Норильске. Продолжается сбор нефтепродуктов и на реке Амбарной. С помощью боновых заграждений там собрали 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси. Всего на севере работает больше 700 спасателей. Их лагерь в рамках рабочей поездки накануне посетил министр экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. Также он провел совещание с главой Росприроднадзора и губернатором края. Александр Ус отметил, что ситуация сложная, но худшие прогнозы, связанные с аварией, не оправдались. Судя по всему, где-то в 20-х чисел федеральный характер реагирования на эту чрезвычайную ситуацию будет снят. И дальнейшая работа будет продолжаться при региональном уровне руководства. Основные усилия будут сосредоточены на обработке берегов и притоков, небольших ручьев. Однако, несмотря на принятые меры, свое беспокойство высказали коренные народы Севера. Встреча с их представителями также состоялась в рамках рабочей поездки министра экологии. Он обсудил с северянами восстановление экосистемы Таймыра. Его жители требуют не допускать повторения прошлых ошибок и настаивают, чтобы виновные приложили максимум сил и средств для восстановления полуострова. Конечно, мы должны сделать все массово, потому что президент Российской Федерации именно такие задачи, которые мы ставим, чтобы в Арктике таких случаев больше не было. Потому что мы реализуем очень серьезные, красивые проекты, которыми гордится вся страна. И это мирового масштаба проекта. И очень важно, как мы двигаемся в Арктике. Чтобы мы не двигались хотя бы сегодня. Это очень важно.